Всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на Чемоданах, с вами я, Славян. Мы в полном составе, и не только в полном составе, мы сегодня едем не одни, а с нашими зрительницами. Вот такая вот сегодня тусовка с нашими уже девчонками, да. Поедем мы жарить шашлык, перед этим нужно сделать несколько дел. Ну, я на самом деле, перед тем, как записать начало, я включил камеру, понял, что забыл флешку, мне пришлось бежать быстро домой, потому что все уже ждут, и запыхался. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии, и погнали. Набрали, значит, мы с собой кучу-кучу всего, сейчас покажем, какое мясо тоже покажем, взяли воду и отправляемся. Единственное, что я не купил газ, сейчас пойду быстро схожу. Так, газ купил, на самом деле, пиздец как подорожали. Последний раз, когда я покупал, были по 90 рублей, сейчас уже 150. Из Геленджика, когда едешь в сторону трассы М4, всегда такой прекраснейший вид. Надпись Геленджик. Класс, лес, там колесо обозрения. А хочу вам еще показать немножко центральный проулок к морю на центральной пляже. Там уже все пооткрывалось, куча всяких сувениров, плавок. Сезон скоро начнется. Сегодня же еще день пограничника. Поэтому, если у меня есть подписчики, пограничники, ФСБшники, я вас поздравляю с праздником. Видимо, сегодня на шашлыках будет большая тусовочка. Вот это у нас сюрприз. Просто полностью закрыт выезд вообще. Представляете? Полное перекрытие. Так, что-то жесткач какой-то вообще. Там, видимо, дорогу что ли открывают. Ну, трындец. Вообще полностью перекрыли. Блядь, жесть, да? Вообще, на самом деле, сегодня зайдя на карту, я видел, что будет полностью перекрыта, получается, внутренняя сторона М4, да? Там, видимо, ее сейчас открывают. Но наружная-то была открыта. Не знаю. Просто жесть какая-то. Сунулись по-другому объехать, тоже перекрыто. Как, что, куда, теперь вообще непонятно. Как нам попасть вообще на тонкий мысль? Непонятно. Объехали, получается, мы через другой конец Геленджика. Вот, здесь тоже реконструкции. Стоят у нас тут ДПСники. Почему-то скорая, не знаю, что случилось. Так, ну, посмотрим, как дальше. Будет ли там перекрыта? Вот, собственно, про что я говорил. Вот та полоса, та сторона дороги, она полностью перекрыта. И, получается, мы все едем как бы по нашей. Из-за этого здесь тоже толкаемся. Не скажу, что прям едем. Покажу вам, какое количество машин приехало в сафари-парк. Просто трындец, гляньте. Все забито, вся дорога. Поехали все в Геленджик. Сейчас посмотрим, что нас ждет на тонком мысе. Гляньте. Это только половину я вам показал этих машин. Поздно камеру включился. Ну что, спустя часа десять минут мы только добрались до тонкого мыса. Здесь людей, кстати, мало. Не так много, как было, например, на Пасху, когда мы были. Здесь вот торчит бокс. Там стали девчонки. И сейчас мы будем выгружаться. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Опа, слушайте. Неудобно я встал. Так. Буду отключать. Да, смотри, этот надо, чтобы кто-то подержал. В прошлый раз мы стояли вот за вот этими деревьями. Мы сюда сразу же пришли. Но там получается концентрация людей. И мы решили отойти вот сюда подальше. Сейчас покажу поляночку. И там самое интересное, прямо у берега сильный ветер. А вот здесь уже его нету. Вот сейчас мы вот здесь сделаем красивый себе лагеречек такой, да? И будем готовить шашлычок. В этот раз мы приехали. Кстати, мусора нигде нету. Такое ощущение, что перед нашим переездом здесь убрались. Там вот люди стоят в палатках. Мы на самом деле тоже думали остановиться на Тонком Исе дикарем, когда будем уезжать с Геленджика. Но наши планы все очень сильно изменились. Кардинально просто. Вот поэтому мы в Геленджике в этом месяце, по крайней мере, стоять дикарями уже точно не будем. Так, стоит уже стол. Два стола у нас будет, коль мы не одни. Сейчас буду ставить мангал. Стоит уже наша плиточка. У нас она очень-очень старая. Мы еще покупали его в самом начале пути, когда начали дикарить. А вот у девчонок плиточка новая. Дайте себе плиточку покажу в сравнении. Она такая же, только прям новая-новая. Вы только посмотрите. Я им предложил, давайте поменяемся, не глядя. Они отказались. Какая красивая. Вот это я понимаю. Вот сразу видно, что люди не ездят дикарями. Даже ножки еще в пленке, посмотрите. Понимаете? Год. Год? Год, да. Дай бог тебе вот через много-много лет тоже так же сохранится. Как плиточка. Берите пример с плиты. Так, сейчас... А, я хотел еще показать. Я же показал вначале вам торт. Посмотрите, какой у нас прекрасный сегодня торт. Говорите, как красивый. Вот так вот будем сегодня торт есть с видом на море. И вы спросите, а что за повод? Ну, во-первых, это последние наши выходные в Геленджике. А во-вторых, у Мирончика сегодня 9 месяцев. Миронтик, 9 месяцев тебе, 9 в животе, 9 снаружи, да, уже? Да, как же уже все, деть на свободе, деть внутри. И что в комментариях можете написать Мирончику? Поздравления, я ему обязательно зачитаю. А когда он вырастет, зачитаю еще раз. Наш мангал, пользуясь случаем, тоже покажу. Мангал тоже покупали тогда, когда мы начинали путешествовать. Это был, получается, 18-й год. Представляете, вот он до сих пор живет. Сейчас я соберу его, покажу. Он весь уже такой введенный. Но, по крайней мере, он очень хорошо держит тепло. И всегда на нем получается вкусное мясо. Ну и последний стрих, ложу дно. Папай. Вот, если на него сверху смотреть, видите, ребра, они такие уже, повело их. Ну, ничего, служит вера и правда. У нас получилось много мяса, поэтому нужно два мангала. У нас только один. И соорудили вот такой вот еще из камней. Надеюсь, получится, чтобы он держал жар. Сразу же чайничек поставили, дедора бегает. Какая здесь классная. Вон там, вдалеке, толстый мыс. Как пусто сегодня. Смотрите, как классно. Так, ну что, на самом деле у нас такая огромная курица, что я даже решил ее, не дожидаясь, пока там все прям прогорит, поставить. Не знаю, сколько она будет готовиться. Запах, конечно, потрясающий. Крылышки девчонок. Крылышки девчонок я пока не поставил, чуть позже. О, там уже все горит. Смотрите, какая красота. Здесь почти два килограмма. Кило восемьсот пятьдесят, что ли. Да уж. Вот уже салатик готов. Да, ничего, оно нам. Виноград готов. А ты что, еще не выпил? Тебе же девять месяцев. Я ее выпил. Кушай, кушай. Кушай, сыночек, кушай. Так, ну вот и крылья уже. Закинулись на костер. Надеюсь, здесь хватит жара. Так, а это надо, ой-яй-яй, надо перевернуть. О, вообще подпеклась какая. Да уж. Главное, чтобы внутри было красиво. Внутри-то она вон еще сыроватая. А детвора там в море бегает, там плиты. Сейчас сходим, когда я буду купаться. И ловят крабиков. Маленьких таких. Ну да. Второго уже поймали. Так, надо потом их отпустить будет. Давай вон. Вон. О, какой он быстрый, какой он быстрый. Хватай, хватай, хватай. Черт, черт. Ааа. Ты смотри, он же тебе клешнями-то укусит. Мало не покажется. Хватай бы сюда уже. Смотри, да, кусается, ага. Так, посмотрите, на первом ангале какая красота. Напоминаю, это крылья. Вкусные, вкусные, вкусные. Так, а здесь... Не, я просто говорил, что это орел, а это сокол. Вот я говорю, что это крылья. Рожут тут. Так, и здесь вот... Опа! Смотрите, какая красота. Надеюсь, мы это все съедим. Закинули грибы, шампиньончики. И сейчас будем вот эту вот огромную курицу перекладывать. Так, как ее перекладывать? Ну и после вкусного обеда надо поделиться с ближним своим. Да, пацаны, вкусно было? Эй! Вот так вот, вот так всегда. Им только мясо от нас нужно. Ну я не знаю, сегодня прям просто этот праздник живота. И фрукты, и овощи, и мясо. А, клубничка. А торты где? У нас, кстати, клубника сейчас в какой-то день по 300 рублей за килограмм, в какой-то день по 250. Местная ждает? Да, местная. Сегодня у нас 250 клубников. Завтра расскажем завтра. Какая вкусная. Это вы в газели брали? Приезжаете в Краснодар? Нет, не в газели. Краснодарский край. Кушай клубнику, очень вкусная. Так, ну что теперь самое главное? Иронтик, ведь нельзя! Ему торт, но ему это нельзя, странно. Как разрез? Да, очень-очень хороший. Все, проходит финал? Ну да. Я в Роскальнике смотрю на телевизоре, вот и люблю. И я смотрю. Ой, наш именинник, ой, да. Да вкусно тебе? Кушай, сыночек. Тортик тебе нельзя, это папе. Ну, это тебе нельзя. А клубничку кушай. Мяска поел, косточку погрыз. Кушай. Мяска поел, вот тебе. Сама прикормит. Да? Красота. Красота, да? Слушай, все, еще один любитель. Там еще, если что есть. Радости-то сколько. Вон, мальчишки уже зашли. Здесь, короче, такое мелководие, что я даже не знаю. Все в водорослях. И какая-то очень интересная пенка на воде. Так, ну попробуем зайти. Но зато здесь классно с маской. Такой природный мир. Да, идти, походу, будем далеко. Смотрите, как красиво. Ай! Вода, конечно, здесь вообще просто парное молоко. Просто идешь по таким вот, смотрите. Водоросли. Огромные плиты. Плавают рыбки. Я не знаю, как далеко надо вообще идти. Очень скользко еще так прям. Аааа! Ой-ой-ой. Как тут окунаться-то? Ааа! Рыб много здесь. Главное, чтобы краб... Ух ты! Главное, чтобы краб не жахнул. За ногу. Наверное, все. Дальше не пойдем. Я не знаю, сколько здесь можно вообще идти. И становится все мельче, и мельче, и мельче, и мельче. Ай-яй-яй. Вот такой вот природный мир. Так, ладно, будем окунаться. Наверное, вот в это вот небольшое... Небольшое углубление. Сколько ходить, непонятно. Ладно. Раз, два, три. Ой, красота. Здорово. Но теплющее-теплющее. Можно просто вот так вот прям садиться, и... И все. Видите, какие красоты. Вау, класс. Как следует посидели, покупались. Ну, кто-то покупал, кто-то нет. Вот Мирончик даже сегодня купался. Все, начинаем все собирать. Плиточка. Сейчас все это уберется. Мангальчик. Один мангал оставим для других пользователей. Ну, вот и все. За собой порядочек. Красота. Уезжаем. Вот такой вот у нас выходной получился. Вот такие вот 9 месяцев нашему малышу. Вот так вот классно отдохнули. Надеюсь, вам тоже понравилось. Пишите комментарии вообще, любите ли вы вот так вот отдыхать. Совсем скоро мы уже будем ездить дикарями, и каждую ночь будем ложиться спать вот так вот и просыпаться с таким видом. Так что обязательно подписывайтесь, если впервые попали на наш канал. Мы с вами прощаемся. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok